Весь год трудился на общественном фронте. Помогал организовывать не только вузовские, но и общегородские праздники. День молодежи, акции, приуроченные к 70-летию Победы, плюс к этому успехи в учебе и любовь к спорту. Благодарственные письма, грамоты и фотоотчеты о проделанной работе бережно собраны в папке, подготовленной для заявки на участие в конкурсе «Студент года». Это прекрасный повод заявить о себе, открыть дорогу к новым успехам, уверен Алексей. К тому же общественная работа молодому человеку по душе. Получается, имя уже будет более на слуху. Поэтому я считаю, что Победа и в принципе даже лауреатство, оно помогает человеку в дальнейшем развиваться именно в той среде, которую он хочет. Самых активных, спортивных, умных и талантливых студентов в Самаре выбирают четвертый год подряд. И с каждым годом конкуренция растет, а звание «Студент года» становится все престижней. В этом году самарские студенты будут соревноваться в десяти номинациях. Здесь и интеллект, и журналистское мастерство, и добровольчество. Помимо признания заслуг, победители и лауреаты получат в качестве подарка компьютерную технику. И возможность участия в финале Всероссийского конкурса «Студент года», который в этом году пройдет в ноябре в Самаре. Даже если вы не станете первым, это колоссальный опыт. Это возможность все равно показать свои успехи. Каким надо быть студентом? Ну, во-первых, конечно, к этому конкурсу невозможно просто сесть и написать какую-то конкурсную работу. Надо в течение года было уже потрудиться, надо было в течение года быть активным. Главное не полениться, собрать качественное портфолио, чтобы свои достижения описать и правильно вложить. Подать заявку на участие в конкурсе может любой студент, неважно сколько курсов учебы у него за спиной. Только сделать это нужно до 6 вечера 8 июля. Информацию можно уточнить в Самарском доме молодежи на проспекте Ленина, 3 или по телефону 341-4517. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.